сейчас сделаем идеальное тесто которое можно использовать для вареников и пельменей так первое что наливаем кипяток добавляем сливочного масла кто-то добавляет подсолнечное но мне больше нравится сливочным маслом теперь пол ложечки соли и хорошо все чтобы масло растопилось когда масло полностью растопится в горячей воде добавляем немножко муки делаем такую более менее густую смесь и даем тесту остыть до комнатной температуры муки добавляю немного мука должна у вас быть просеяна предварительно я буду делать довольно много теста потому что я хочу приготовить два вида вареников с картошкой и с моцарелла и рикоттой тесто идет одно и то же и если бы я захотела сделать пельмени у меня бы также было это тесто я бы сказала что это универсальное тесто тесто остыло теперь добавляем два яйца я делаю двойную порцию поэтому добавляю два яйца в одну порцию идет одно яйцо под видео я обязательно оставлю вам рецепт на одну порцию вот такого вот теста теперь добавляем потихоньку оставшуюся муку и замешиваем тесто тесто у вас не должно быть слишком забитым оно должно быть мягким эластичным как понять что тесто готово и больше не нужно подсыпать муки когда оно практически не липнет к рукам если еще липнет довольно сильно продолжаем немножко прибавлять муку и вымешивать вот такое замечательное тесто у нас получилось теперь оставляем его немножко отдохнуть на минут 20-30 а в это время подготавливаем начинку картошку на вареники я отварила варю картошку и обязательно подсолив и с лавровым листиком сейчас нужно хорошо ее помять чтобы она была однородная без комочков картошка готова она еще горячая перекладываем ее в мисочку и даем ей остыть начинка с моцарелла и рикоттой очень простая беру рикотту хорошо ее вилочкой вот так просто размять разминаем чтобы она не была комками то что надо отставляем в сторону берем моцареллу у меня будет 4 штуки и нарезаем я режу просто кубиками мелко в рикотту добавила всю моцареллу хорошо смешиваем начинка готова видите она у меня постояла отрезаем небольшой кусочек я отрезаю постепенно я не режу все на куски я отрезала один кусочек сделала вареники потом дальше отрезали откладываю это тесто и раскатываю я раскатываю не очень тонко так как у меня муж любит когда все-таки тесто в варениках есть теперь с помощью бокала вырезаем кружочки я вырезаю бокал он у меня идеально подходит потому что очень большие вареники я не люблю лишнее тесто забираю и потом его буду использовать беру один кружочек накладываю начинку так и заворачиваю и просто края сцепливаю прохожусь пальчиком два раза чтобы хорошо хорошо закрепить все вот такой вареник получается таким образом леплю все вареники картошка остыла теперь можно лепить вареники вареники леплю точно так же как с моцареллой никакой там особенной науки нету добавляю картошечку и хорошенько зажимаю вот такой вареник получается вареник